И подносили им от него, и была доля Бениамина в пять раз больше доли каждого из братьев. И они пили и пировали с ним. Вот это вот постоянное выделение Бениамина. И братья это видят. Когда-то это вызвало у них нехорошую реакцию, они Юсефа продали в Египет. Сейчас снова выделяют Бениамина. Им некуда деваться. Это остальные свойства человека, все эти 12 братьев Юсефа. Это хаббат, хагат, наи. Ютки и вавки, которые разделены еще по трем линиям. Это значит вся система, которая работает по принципу трех линий. И поэтому таким образом они должны соблюдать между собой свои связи. Для того, чтобы пропускать через себя весь высший свет и наполняться. И взаимное сочетание, оно и организует правильное течение этого света в системе. И затем из этой системы, из ее последней части, Юсеф подает на Бениамина. И через Бениамина, кстати говоря, это проходит дальше. Просто Бениамин это незаметная часть. На самом деле он представляет собой Малхот, а Юсеф представляет собой Есот. Да, Юсеф дающая часть, а Бениамин получающий. То есть он олицетворяет собой всех получающих. Так вот, все эти братья, все эти свойства, они должны принять сейчас свое определенное состояние, связь между ними. И они включаются в эту систему. То есть они начинают понимать, что вот такая система сейчас входа в Египет, то есть работа с эгоизмом, никуда от этого не денешься. Сейчас все эти свойства должны между собой таким образом сочетаться и приходить в такое состояние.